А мы сделаем так, что будете переписывать друг к другу, распространять. И вообще материалы я прошу даже распространить, потому что необходимо достичь очень многих людей. И моя мечта, конечно, поделиться этими откровениями со священниками в первую очередь. Потому что есть духовный закон, поражу пастора, рассею цовцы. Церковь в поражении, потому что пасторя в поражении, лидеры в поражении. И когда лидерский состав церкви именно будет здрав, когда священники покорятся вере, то и прихожане, будьте уверены, покорятся вере. И тем более, что несмотря на даже порой и аморальную жизнь, и несмотря на все, большой процент доверия церкви существует в России. Люди верят порой очень даже глупо, но верят людям в рясах. Даже вот такой имидж мне часто открывает кабинеты, всевозможные двери. Не то, чтобы я этим злоупотреблял, но иногда я даже немного делаю выводы такие, даже сержусь. Мне неприятно, допустим, когда в аэропорту, допустим, я звеню, меня пропускают. А вдруг я террорист, допустим. А вдруг я не тот самый, не батюшка, а вдруг я Бен Латан какой-нибудь замаскировавшийся. Вот пропускают. Нет, мне хорошо, конечно, что пропускают, но я не против. Но это говорит о том для меня, что все-таки в основном наши люди, они не то, чтобы наивны, доверчивы, но в чем-то да. И по отношению к религии очень доверчивы. По отношению к религии очень наивны народ в основной своей массе. В других странах, бывая, даже если я в рясе, с крестом на груди, все равно контроль, все равно, значит, ну, более, ну, другое отношение немного, я наблюдаю. Хотя тоже уважительное, почтительное, но другое отношение. И я убежден, что когда здесь священники в России, по всей России, священники будут Евангелие нести, Слово Божье, вы знаете, это преобразит. Преобразит всю страну славы Иисусу Христу. И я обещал еще рассказать о Богородичных праздниках и именно о празднике Успения. А то без этого картина будет неполной. Так вот, этот праздник говорит о том, что якобы, он в августе месяце празднуется, что якобы Мария, Матерь Иисуса, она умерла, но не просто умерла, а она как бы вот именно Успение. Она как бы умерла, но не на совсем умерла. Она якобы воскресла, там на второй, третий день воскресла. И больше того, она вознеслась якобы на небеса. Католическая церковь западная приняла все это как догмат веры, доктрину. В православии нет такого догмата, но однако же праздник есть, однако же вера в это существует, хотя это нигде не задокументировано. Соборно в правилах церкви, в канонах это не задокументировано. Но, то есть это не юридически никак, но чисто по традиции, чисто по где-то услышанному, где-то там перенятому, в основном западной Европы, вот с католического мира. И вот, якобы за две недели до смерти история такая, очень простая довольно-таки. К Марии, к матери Иисуса явился Гавриил, архангел, и опять с такими же словами, радуйся благодатной, Господь с тобою. Она в шоке, что опять. Ну, это же мои фэнтези. Ну, в общем-то, я представляю себе стресс женщины уже на старости лет, опять ангела, опять с такими же приветствиями услышать. И вот, это не то, чтобы дубль два был, но, значит, Мария спрашивает, к чему бы это все было. А говорил, успокоил ее, говорит, я пришел, собственно, теперь уже с другой миссией забрать тебя уже на небо. Все, то есть пришло время тебе уже умереть и быть на небесах. И Мария попросила, как бы, две недели отсрочки, как бы вот. И якобы ангел, посоветовавшись, значит, с кем надо, значит, ну, сказал, хорошо, мама, лично для вас есть исключение. Две недели вам на сборы, ну, чтобы завещание, видимо, составить, там, не знаю, ну, как бы, в порядок все, все дела провести. И вот, и, да, и Мария сказала некоторые просьбы ангелу, ну, как бы, может, последние просьбы, не знаю. И вот, значит, ее просьба была, среди прочего, увидеть снова всех апостолов, учеников Иисуса лично, ну, может, пару слов сказать, значит, каждому, там, значит, там, как бы, на путьстве, там, попрощаться. Она воспринимала это, как уже, как свою семью. И вот, ангел говорит, хорошо, нет проблем, значит, по воздуху, прямо по воздуху ангела доставили всех апостолов прямо в Иерусалим, значит, к маме. Все прилетели вовремя, кроме Фомы. Фома задержался, видимо, испытывал духов. У него там проблемы с верой, наверное, опять оставлял свое собрание, видимо, брат, значит. И что получилось? Значит, все прилетели, попрощались, она уже, значит, все, как бы, и умерла. Ее похоронили, как положено все. Апостолы вернулись, значит, там. А, самое интересное, когда похоронили, день прошел, второй, и прилетает Фома. Он все-таки прилетел. Да, и узнает, что все, маму похоронили уже. Он в шоке, говорит, пожалуйста, откройте гроб, дайте попрощаться. Он говорит, Фома, ты что, в своем ли ты уме? Уже третий день. Но Фома, как бы анализ, как говорится, все, пристал, откройте, понимаете ли, и все. Открыли гроб, а Марии нет. Пилины лежат, плат отдельно свитый, то есть буквально как в сцене с Иисусом. Один к одному. И ученики недоумевают, к чему бы это все. Они, значит, собрались на такой конспиративной квартире своей. Опять, видимо, боялись чего-то, страха ради иудейского, своего такого еврейского родного страха. И они, собравшись все вместе, решили сделать, ну что, причастие. Они подняли хлеб, благоставили, казалось бы, уже Бога, но в этот момент крышу срывает. То есть буквально вот потолок исчезает, крыша исчезает. И прямо с неба они видят, сходит большая мама. Я это называю большая мама-3. Вот, и мне нравятся эти оба фильма, первых два. Третий я бы снял, начиная с этого эпизода. Сходит большая мама и апостолы, не то с перепуг, не то с откровения, но они совершили хлебопреломление в честь Марии уже. И пока не доедали хлеб в честь Марии, Мария им все по порядку рассказывала. И она сказала слова якобы один к одному, что ее сын говорил, что я с вами во все дни до скончания века, что, значит, проповедуйте теперь Евангелие, все. Вот я теперь все, я посылаю вас. То есть вот сейчас как раз якобы все и начинается только. Вот именно сейчас. Уже, простите, не христианство, а уже некое марианство начинается. Да. И Мария якобы заявила следующее, ни много ни мало, что она теперь ключевая личность там на небесах, потому что она села якобы одесную своего сына, и теперь все через нее только решается. Да, друзья, иерархия начала усложняться. И это было только лишь начало, оказывается, процесса. Так вот, эта история была выдумана в средние века монахами. Первые столетия христиане ничего даже близко не знали об этих откровениях. Но для чего такая легенда была как бы создана? Для того, чтобы одурманивать население, друзья мои. Для того, чтобы на самом деле, я так понимаю, лишь одна личность была заинтересована вот в этой легенде. Это был дьявол. Лишь одна личность. Никому из смертных людей, никому нет никакого, ну, никакой выгоды, никакого резона нет выдумывать такую теорию. Потому что Иисус, друзья мои, Он единственный путь истины и жизнь. Потому что Иисус, Он сказал, что никто не приходит к Отцу, как только лишь через Меня, в том числе и сама Я Мария, и все остальные люди, друзья мои. И вот такая легенда, она была создана, а якобы о воскресении Марии и вознесении Марии на небеса. Кстати, католическая церковь приняла этот догмат, доктрину, совсем недавно. А именно, сразу после Второй мировой войны. То есть в 50-е годы где-то. То есть в наше время уже католики признали это доктриной, догматом веры. До Второй мировой войны любой католик мог в это верить, мог не верить. Это было вопросом его частной веры, его совести. Но сегодня каждый католик обязан верить в это как в догмат, в доктрину веры. Факт якобы воскресения Марии и факт именно вознесения Марии на небеса. В православной церкви до сегодняшнего дня такая доктрина не принята. То есть сегодня то, что я вам рассказываю, это вера большинства, это вера почти всех, но это не есть доктрина. То есть то, что я сейчас рассказываю, это в православии легче преодолеть, чем в католицизме. Чтобы католикам освободиться от этой ереси, необходимо собирать новый собор, решать это все коллегиально вместе. Но в православии достаточно просто лишь покаяться, Бог прости нас, пожалуйста, и все. И давайте забудем это все. Давайте вернемся к нормальному христианству. Давайте оставим марианство. Да, вот это вкратце я вам рассказал о праздниках. Ну, самые основные такие праздники. Еще, кстати, такая ересь. В восьмом столетии была как бы обнародована первым визирем при дворце Халифа Далмелеха. Это был будущий Иоанн Дамаскин, тогда первый визирь при дворце Халифа. Он заявил в Дамаске, что якобы, не знаю, откуда он взял эту информацию, но якобы Марию, матерь Иисуса, нарисовал лично портрет сам апостол Лука, евангелист Лука. Ну, нарисовал прямо с натуры. И якобы Мария благоставила этот портрет и одобрила, очень ей понравилось, значит, и заявила, что я теперь с этим портретом всегда буду, как бы моя милость будет с этим портретом. Но самое интересное, до восьмого столетия, до самой середины восьмого столетия, никто из христиан, ни из историков, ни из богослов ни разу не упоминает ни о чем подобном, даже близко. То есть, эта легенда чисто такая азиатская, арабская легенда, вроде сказок «Тысяча одной ночи». Но ни в коем разе это не богословская доктрина. Но сегодня она также очень популярна. Слышали все, наверное, об этом, да? Что-то? Еще, кстати, тот же самый визирь, значит, заявил еще одну такую интересную вещь. Также непонятно откуда взятую. Тоже, видимо, из сказок Шахерезада, наверное. Что якобы сам Иисус сделал свой автопортрет. Якобы сам Иисус, якобы один арабский правитель, почему арабский? Потому что он был при дворце арабского халифа, поэтому, в общем-то, все вертелось вокруг именно арабских этих персонажей. Якобы один арабский правитель, он послал к Иисусу своих художников, чтобы те нарисовали его портрет. И чтобы этот портрет был у него там, значит, где-то во дворце. Художники старались, ничего не получалось у них. Иисус не мог сидеть, наверное, спокойно. Наверное, был вполне таким харизматичным. И тогда Иисус сделал следующее. Якобы он умылся на глазах этих художников, обмакнул полотенце, отдал, и там изобразилось лицо его. Нерукотворный образ. И этому арабскому правителю принесли этот образ потом во дворец, он повесил себе. Когда снимали, видимо, там либо ремонт, либо что, снимали этот, как называют, убрус, то там прямо на стене отобразилось еще одно изображение. То есть вот из-за тем, как некий ксерокс начинал это все увеличиваться, потому что на стол повесили и на столбе изобразилось. То есть вот как бы такие были чудеса многократные. Опять-таки, до восьмого столетия никто из христиан ничего не знал ни о чем подобном. Первых 700 лет церкви церковь была свободна от этих вот таких ложных учений. Кстати, на Руси тоже эта легенда была, она до сих пор распространяется, но в средние века была жутко популярна. И многие столетия, многие священнослужители, высокопоставленные, просто-напросто обманывали, нагло обманывали население вот этими заявлениями. И утверждали, что якобы автографы евангелиста Луки сохранились именно на Руси, знаменитая Владимирская икона Богородицы и другие некоторые иконы. Все те иконы, что выдавались этими религиозными мифотворцами за оригинал, автограф именно Луки, евангелиста, все это оказалось российской подделкой. Российской подделкой, кстати, из наших художников именно Грабарь, первым, насколько я знаю, Грабарь именно, а ему именно доверяли снимать красочные слои с древних этих икон, он показал, что самый оригинальный слой, первый слой, самый ценный слой этой иконы Владимирской, это 11-е столетие. Сегодня пишут обычно 12-е, 13-е, в некоторых даже 14-е столетие пишут. То есть, но не раньше 11-го столетия эта икона была создана, кем, неизвестно. Она была сделана умело, а-ля Византии ранее, и умело состарена прямо при жизни. То есть, икону сделали изначально для обмана населения. Изначально кто-то и написал ее из художников под заказ некоторых таких религиозных таких мошенников, священнослужителей каких-то высокопоставленных, по всей видимости, и было все это выдаваемо якобы за автограф евангелиста Луки. И также оказалась, та же примерная история оказалась и с другими иконами, но с ними было не так скандально просто. Но с Владимирской было, самый большой скандал был, с Владимирской иконой. Да, пойдемте дальше, друзья. О чем вам, о страшном или о смешном? Сначала страшное. Нет, страшное оно будет на ночь, страшное. Друзья, я, наверное, умышленно так буду делать. В течение вот этих дней я буду рассказывать вам такие истории, которых вы больше не услышите, наверное. То есть, как бы такие малоизвестные факты, такие буду рассказывать из истории христианства. А в целом об истории церкви, друзья, можете познакомиться в учебниках по истории христианства. Я буду давать, наверное, минимум дат, имен, хотя все-таки некоторые мы запишем, не без этого. Но постараюсь вам донести самую суть истории церкви. От падения и восстановления церкви. Слава Иисусу! И, друзья мои, после 4-го этого Вселенского Собора, извиняюсь, после 3-го Вселенского Собора, о котором мы записали, когда он был? 4-3-1. Ровно через 20 лет после этого Собора был еще один Собор. Я не могу пройти мимо него, поэтому я прошу вас тоже запомнить его и записать. Это было уже в 451 году. Ровно через 20 лет после 3-го Вселенского Собора прошел 4-й Вселенский Собор, Халкедонский Собор. И в Халкедоне, друзья мои, епископы, монахи в основном уже тогда, собравшись, решали разные вопросы. Разные вопросы. И это Халкедонский Собор 451 года. Среди вопросов, которые обсуждались там, на Соборе, были и вероучительные. Но я не о вероучениях сейчас буду говорить. Я хочу поговорить о тех малоизвестных фактах, что на Соборе там имели место. Кстати, с того времени армянская церковь, она уже как бы вне, существовала вне византийской церкви, самостоятельной церковью. И мало общалась в Византии. И я понимаю теперь, почему это. Я раньше недопонимал, думал, почему, ну что такие армяне. Они обиделись, отделились от православия. А потом я понял, почему они это сделали. И почему многие другие восточные церкви отошли от Византии. Потому что на Четвертом Соборе монашество, именно африканское и сирийское монашество, захватило власть в церкви фактически. И влияние оккультизма стало просто, ну, феноменальным. Я вам опишу сейчас несколько таких эпизодов. У нормального христианина волосы дыма поднимаются от этого всего. Но официальная церковь до сих пор цепляется за этот собор и утверждает, что это якобы богодухновенное решение. Эпизод номер первый. Да, эпизод первый. Использование мощей в останках, то бишь, святых, да, останков мучеников, останков праведных людей в богослужениях. В богослужениях. Использование мощей. Об этом впервые было сказано именно на Четвертом Соборе. Но не просто сказано, а было даже показано, продемонстрировано опытно, что я имею в виду. В календаре, в традиционном, не реформаторском, да, в обычном православном календаре, 24 июля обозначен как праздник воспоминания чуда великомученицы Ефимии Всехвальной, им же православие утвердися. Это славянские вот такие слова. Проще говоря, 24 июля вспоминается событие, имевшее место в 451 году в Халкидоне, когда епископы, монахи, ну, только вдумайтесь, впервые это было в истории соборов, в зал заседания внесли гроб с умершим телом, с телом умершей девушки Ефимии. В зал заседания. Зачем на конференции пастырской, представьте, пастырская конференция, пастыря собрались, епископы, и заносят гроб. Это вам я рассказываю сейчас не сцену из черной мессы, хотя были все люди в черном там, но это сцена и иллюстрация этого собора. Затем гроб был открыт в присутствии всех этих собравшихся людей. Девушка была уже давно мертвая. И туда, значит, не просто давно мертвая, а уже там порядочно мертвая, но она была засохшая, как мумия, допустим, она мумифицирована. И вот, и туда, в гроб, к ней, они положили всевозможные определения веры, всевозможные свои, я так понимаю, записки. И все это было закрыто, запечатано печатями разных епископов и государственного, представителей власти государственной. И вот, затем, через некоторое время, после там молебнов каких-то определенных, они уже имели право, как бы, как им казалось, молиться не только Богу, но и святым этим. И вот, подкрылась крышка гроба, была открыта ими, и они увидели такую картину. Об этом говорит официальная церковь, что якобы Ефимия в руках держала один из этих свитков, а остальные лежали у нее в ногах. И якобы Ефимия сделала выбор. Ага, интересно, ну, откровенно оккультная практика описывается. Так вот, думаю, калифорнийский лавей просто бледнеет в сравнении с этой картиной. И вот, значит, и затем, когда некоторые из епископов, они стали, значит, как бы, возмущаться и говорили, что это подставы, как бы обман, мошенничество, то тогда председатель сказал, давайте успокойтесь, друзья, давайте мы сейчас саму Ефимию спросим. Они вызвали духа якобы Ефимии, и тело на какое-то мгновение якобы частично ожило. То есть, рука ее разжалась сама, протянула это определение председателю, и затем она мирно почила. Я думаю, там ноги в зале и остались. Это как в житии одного из дьяконов в Киев-Печерской лавре. Там есть такой эпизод, когда он на Пасху зашел в пещеры, покодить, там, где мощи лежат всякие, покодить, и возьми, да и... А там не было никого живых, только одни эти мощи. Такая мощная церковь, знаете, вот мощи одни. Я это называю мощная церковь. И вот, значит, и он, значит, ходил по пещерам, и возьми, да и скажи, значит, ну, по привычке, там, Христос воскрес. Что началось? Оттуда, с каждой могилы, воистину! Говорят, исторический факт. Но, значит, я не знаю, после какой там у Лаврентия это все было, я не знаю. Еще не то покажется, да? Вот, но этот факт, значит, или что-то пошутил удачно, так, неудачно, вернее, пошутил. В монастыре поживешь, еще не того наслушаешься. Там шутки бывают еще не такие. И вот, значит, и, ну, по крайней мере, этот эпизод показывают семинаристам и говорят, вот видите, все-таки они живы. И, так вот, друзья, чудо Ефимии Всехвальный, им же правоставью утвердится, и, как написано в календарях правоставной церкви, это не что иное, как оккультный праздник. 24 июля празднуется официальной церковью, и слава Богу, что католическая церковь уже отказалась от этих празднеств, не от всех, но от многих, и вот в частности, вот от подобных оккультных празднеств. Но в российском, в частности, православии до сих пор это все сохраняется. И утверждается, что так оно и было, как я вам сейчас это описал. Мое мнение, что либо это было так, как оно описывается, и это было оккультной практикой. Второй вариант, что это могла быть запросто и провокация мошенников религиозных. Я вам скажу, что я не имею там большого опыта, но скажу, что сталкивался с фактами именно мошенничества подобного рода. И не удивлюсь, если это будет на поверку именно просто мошенничеством. Вот иллюстрация интересная, уже из другой истории, уже нашей российской истории, ближайшей к нам. Когда Петр Первый, им пытались манипулировать некоторые священнослужители, и вот они как бы делали такие чудеса притворные. Значит, икона, мол, плачет, и там, мол, там Царица Небесная плачет, и там она плачет. О чем Дева плачет, по ком слезы льет. И вот, значит, они это трактовали по-своему, конечно, на свой лад. Весьма так политически конкретно. И вот, значит, такой заказной плач был Богородице. И Петр, его на Макине не проведешь, он на Западе пожил, он увидел, что не все это золото, что блестит. И он проверял каждый из этих случаев конкретных, и выяснялось на поверку, что это были поддельные чудеса. Этих священников отправляли на конюшню, там их пароли. А затем Петровский был указ, что если в каком селе икона заплачет, то поповские задницы будут плакать кровавыми слезами. И все. До самой смерти Петра Великого ни чудес этих нет, ни знамений. Икона себе иконами никто плакать уже не думал уже. Да. Ну ладно. Ладно. Значит, да, это еще не все. Вот по поводу Ефимии, это самое такое, конечно, грандиозное такое шоу оккультное, какое можно себе представить, которое было в истории православной церкви. Я думаю, омерзительный, мерзопакостный случая не было в истории христианства. Ну, восточного, по крайней мере. И вот, на Западе там были чудеса еще и похлеще. Я вам потом расскажу еще. И вот, значит, и, так вот, но это еще не все. Дело в том, что на соборе на том и последующими отцами церкви, участниками этого собора, была развита доктрина о том, что якобы эти останки, эти мощи, они вообще крайне необходимы в каждой церкви вообще. В каждом храме. Я покажу это вот, наверное, так. Если вы были в храме православном, то вы видели, что там есть иконостас такой, такая перегородка. Есть двери царские, центральные. И когда они открыты, то прихожане видят такой престол. Да, кстати, зачем рисовать? Вот, допустим, вот это престол. Да, только он такой прямоугольный. И вот, люди видят, он не стеклянный, он одет, такая рубашка такая, специально потом облачение там и прочее. И вот, бывает, что с чеканкой там, с позолотой. И вот, но что находится внутри? Люди не видят этого. На слайдах потом посмотрите, там есть это все на картинках. И вот здесь, прямо в центре этого престола ставится гробик. То есть, на самом деле, гроб сантиметров 30. Я один раз, правда, лишь в жизни принимал участие в таком освящении храма. Якобы освящение, знаете, вот посвящение такое определенное. Потому что эти мощи были укладываемы в этот гробик, заливаемый воском. Ну, представьте, это было, кстати, в Рязанской области, там, где я начинал свой путь как священнослужитель. И вот, храм был старый, новый. То есть, его передали снова церкви. И вот, чтобы освящать его, все было приготовлено. Престол, гроб этот. И вот, приехал дьякон, представитель епископа, перед ним. С кейсом, полным вот этих, ну, почти полным этих костей. Человеческих костей. Представьте. Открывается кейс, там, ну, я так понимаю, это ассорти было. Потому что там, по всей видимости, были кости с разных скелетов. Я как художник сразу обратил внимание на это. Потом, там были куски позвонки, значит, там, ребра, все. И все это укладывалось в этот гробик, потом заливалось воском. И все это, якобы эти мощи святых каких-то людей. Там никто это не проверяет, неизвестно, чьи это вообще останки, но человеческие явно. Так вот, все это было положено в центр престола. И, якобы, это есть гарантия того, что на служении и литургии, якобы, то есть причастие, хлебопреломление, основное служение в православной церкви. Когда ставится хлеб и вино на этот престол, якобы как раз Дух Святой сходит на эти дары и превращает их, или притворяет их в тело и кровь Иисуса Христа под видом вина и хлеба. Есть такая теология, присуществление. В нашей церкви, слава Богу, мы таких учений не распространяем больше. Теория присуществлений, я больше сам в это не верю и других не убеждаю в этом. Вот, наоборот, я разоблачаю этот религиозный каннибализм, буквализм. И я говорю, что здесь, друзья мои, чистой воды, опять-таки, магический сеанс. Потому что вера в то, что эти останки являются проводником именно, якобы, Духа Святого, и он, Дух Святого, якобы обязан теперь уже приходить, хочет он то или не хочет. Священник скажет определенную формулу, слово в слово, даже, ну, довольно-таки страшно, учит священников не опускать даже какое-то слово внимательно. Есть такие молитвы, как бы кульминационные, считается именно слово в слово. То есть магический подход и к самой молитве, не христианский подход к самой молитве, а такой, я бы сказал, как бы подход, как вот к заговору определенному. И после этой молитвы, якобы, Дух Святой обязан, никуда он не денется теперь, сойдет и все это претворит, превратит в тело и кровь Иисуса. Друзья, христианством здесь даже и не пахнет. Здесь лишь упоминание об Иисусе, здесь лишь, как бы, ширма христианства, но откровенной воды оккультизм. Теперь, я думаю, вы понимаете, в какой грязи оказались мы. Я имею в виду, ну, как православная церковь. И я думаю, что теперь вы понимаете, как важно молиться за освобождение церкви, православной в частности, от оккультной зависимости. С больной головы на здоровую часто валят. Есть такая проверенная такая методика, как говорится, держи вора, когда сам украл. Очень часто на протестантов валят обвинения, возлагают в зомбировании, в магии, в экстрасенсорике, там, прочих вещах. И я убежден, что не все, конечно же, но большинство из тех, кто вот кричит об этом, именно с высоких кафедр сцен об этом разлагольствует, я убежден, что большинство, подавляющее даже большинство из этих крикунов, богословов, они понимают, что рыльца-то в пушку у самих. Они прекрасно понимают, вот эти вещи, что я им рассказываю, для вас было новостью, допустим, для большинства, я думаю, но для них это не новость. Я скажу так, что многие из этих богословов-крикунов, они с измольства уже в этом всем живут. И они понимают, что если пройдет некоторое время, информация распространяется. Люди все больше и больше просвещенные, все более и более умные, в конце концов. Люди вопросы задают, и однажды вопрос поставят сами же православные. Кстати, из священнослужителей православных вопрос этот впервые, насколько я знаю, в русской церкви, был поставлен в начале 20-х годов в СССР. Это был архиепископ Антонин Грановский, епископ православной обновленческой церкви Антонин Грановский. Это очень интересный, я думаю, немного о нем расскажу я в пятницу. Но я не могу сейчас об этом не упомянуть, эпизоде, в связи с этими как раз иллюстрациями. Дело в том, что Антонин Грановский, он сам такой украинский, еврейский, православный такой реформатор. Очень интереснейшая судьба была этого человека. Он похож на Александра Меня, но гораздо более радикальный и такой, как бы, именно реформатор, революционный реформатор. Не эволюционист-реформатор, как вот Мень был, Александр, а именно революционный реформатор. И вот он заявил, кстати, иконостас в Новоспасском монастыре в Москве, в центре Москвы, сказал, демонтируйте немедленно его. Сам же епископ. И престол поставили без этих мощей, прямо посреди храма. И люди, годами приходящие в храм, они видели раньше и эту перегородку. Священники входят, выходят, замечательно выходят. А что дальше? И вдруг люди зашли, и они увидели прямо посреди храма престол. И он говорит, добро пожаловать домой. Подходимся к престолу благодати. В умах творилась революция у людей. И давал причастие всем, как священникам, и мужчинам, и женщинам, кто присутствовал в собрании. Это были первые толчки реформации. Да, та реформация была задушена в репрессиях. Сам Антонин скончался вскоре. До сих пор неизвестно, отчего НКВД его арестовало. И, в общем-то, та реформация была задушена. Но, с другой стороны, это были первые толчки, первые ласточки именно Великой Реформации в православии. Я убежден, что таких, как Антонин, сегодня поднимется тысячи. И епископов, и священников. И знаете, я могу еще некоторые вещи рассказывать, но от некоторых даже тошнит, хочется, ну, тошнит даже от некоторых вещей. Потому что они настолько вот именно пронизаны этим оккультизмом. Но то, что я вам рассказал, уже достаточно, чтобы вы имели представление, да, об этих всех мерзопакостных вещах в церкви, что совершаются. Но, я расскажу еще такое свидетельство. Я много раз встречался с такими вещами, что люди признавались, что даже умом уже понимая, что все это неправильно, что нужно именно евангельски мыслить, и Господь лишь наш Спаситель, Иисус Христос, все уже осознавали и каялись даже, но потом признавались. Говорили, батюшка, мне что-то тянет, вот я не могу, вот я не знаю. Я умом уже понимаю все, я понимаю, что там меня кидают, но я все равно, вот меня тянет туда. Вот в таких случаях, я говорю, что здесь необходимо освобождение от этих неправильных связей. Вот в такие моменты, друзья мои, каким бы ни был человек, великим, малым или большим, необходимо сказать, потому что есть вещи, которые, да, я один-один перед Богом, но есть вещи, которые нужно перед дьяволом тоже сказать. И когда я говорю, я говорю с братьями и сестрами, говорю, давайте мы помолимся вместе с вами, что во имя Иисуса, дьявола, я отрекаюсь от этих акульных всех вещей, что сейчас я вам описал, мощей там, прочее. Когда мы молились такой молитвой, потом признавались люди, говорили, знаете как, отпустило, теперь я свободно прохожу, я могу зайти в храм, да, но я свободна, меня не связывает это ничто. Друзья мои, и я убежден, что через это освобождение от оккультной зависимости придет свобода для православной церкви. Многие священники, кстати, я могу назвать теперь некоторые имена, потому что, ну, я был связан обещаниями некоторыми, не говорить эти имена, но теперь я свободен, потому что этот человек умер уже, и я могу это имя назвать. Это был митрополит Петерим, Волоколамский-Юрьевский, он уже скончался, но когда он был жив еще последние годы, и особенно месяцы его жизни, он много очень переживал за реформацию церкви, и он, я не знал его, когда он, допустим, был там, как говорится, наверху, высоко, но, знаете, друзья, я узнал кое-что, что было с ним в последние месяцы, и последние годы его жизни, это было мне очень близко, что человек в 70-80-е годы, один из православных олигархов, как бы в церкви, осознавал необходимость реформ, но воля его была парализована, я ужаснулся, воля человека была парализована, он махал рукой, говорит, ага, Горбатого могилу исправит, ага, не нужна это никому реформация, ага, вообще, она и невозможна, вот хочешь уходить, уходи, и все, никого ты не переубедишь. Я понял, что этот пессимизм, это следствие оккультной зависимости, я понял, что этот пессимизм, откуда его корни тянутся. Друзья мои, мне нравятся слова Проханова Ивана Степановича, один из апостолов евангельского пробуждения сто лет назад еще, он говорил, что христианин неисправимый оптимист, мне это очень понравилось, христианин неисправимый оптимист, на самом деле, потому что если мы в Иисусе, если мы свободны во Христе, а кого он освободит, тот по-настоящему свободный человек, тот уже неисправимый оптимист. Наши старшие братья и сестры могли смело смотреть в глаза этим львам голодным. Друзья, неисправимо, будучи, оставаясь оптимистами. Слава Иисусу! Да, друзья, кстати, по поводу мощей можно тут же записать, чтобы, значит, нам не потерять эту мысль. Вот в центре престола мощи, вы запомнили уже, думаю, да? Потом сверху, в любом храме по всей России, это килограммы мощей, килограммы костей в каждом храме. И сверху, кстати, откуда они берутся, я потом расскажу на следующем уроке. Открою еще одну тайну. Еще один скелет из шкафа высуну. И вот, значит, и, так вот, на престоле шелковый плат такой, ну, как бы, да, именно платок, как бы, изображающий мертвого Иисуса во гробе лежащего, и у него здесь где-то вшито, значит, тоже, ну, как бы, мощь, или как, останки, человеческие останки. Обычно фаланга пальца или кусок позвонка вшивается, и контрольная ниточка прошивается. А внизу, под самим престолом, вот, строго посреди, там такая ямка вырывается, небольшая такая себе ямочка. Что это за ямка? Туда, допустим, пепел всыпается, там, допустим, мух, которые падают, допустим, в чашу нечаянно. Ну, в общем, она летает, летает, вдруг, любимица Вильзевула вдруг попала прямо в чашу с причастием, ну, она уже причастилась уже, осветилась. И что теперь с ней делать? Ой-ой-ой, есть инструкции, называется «Известие учительное», одна из самых глупейших книг вообще, которые я читал. Но ее требовалось зубрить, поэтому приходилось читать ее просто-напросто. Потому что экзамен требовался именно просто тупая зубрежка, слово в слово. И вот, и вроде катехизиса такого, но только еще более замызганная тема. И вот, значит, и в этом «Известие учительном» говорится, допустим, если муха упала до определенных молитв, ее судьба была еще в твоей руке. Надо было ее поймать, обсосать. Представьте, как в старом анекдоте советском про студентов, да? Затем можно было отпустить ее. Но там есть на правила, есть еще правила дополнительные, ну, эти комментарии такие вот, комментарии. Допустим, может, у тебя повышенный рвотный рефлекс, допустим, да, значит, там, ну, мало ли, ну, не хочет, ну, не может батюшка, должен дьякун отдать. Кого-то из группы порядка, значит, да? Обсасывай муху теперь, брат. Да. А потом еще прикалываемся над харизматами, которые, значит, там, значит, всякие должности придумывают такие странные такие, да? По крайней мере, у харизматов-сосальщиков мух нет еще. И вот, значит, затем, значит, если муха упала после определенных молитв, все. Судьба мухи уже все. Она предрешена. Как говорится, как Гагарин, долеталась, да? Значит, ее нужно достать, также обсосать. Правда, исключение есть еще для смертоносных написано. Там, значит, ну, может, паук какой-то там, не знаю, упадет такой, что там, ну, понятно, что-то, хоть я и не китайец, но, я понимаю, даже китайцы, может, не сидят такую как пакость, значит. Вот, значит, и нужно тогда ее завернуть и сжечь. Прямо в алтаре на камне сжигается, а пепел, золотой совочек. Представьте, муха, наверное, в шоке. Ну, другие мухи, наверное, прикалываются. Батюшки, бородатые и серьезные дяди с дипломами доктора богословия. Муху, пепел мухи, как некая рыжая телевица, значит, на совочек, золотой совочек. Туда, со страхом Божьим, писано, открывая, как в святой святых, туда раз, и туда прямо в этот, в ямочку. А люди стоят и кланяются. Чему кланяются? Не знают. Но узнают, друзья мои. И люди должны узнать, кому кланяться. Не мухам сожженным, не костям мертвым, а живому святому Богу. Аминь.